Добрый вечер! В эфире интеллектуальное шоу «Удачный час». И я хочу, чтобы вы прямо сейчас стали богаче. Конечно же, если вы справитесь с моим первым заданием, которое, внимание, вы видите перед собой на экране. Перед вами математическое неравенство, за решение которого я готова предложить вам 7 тысяч рублей. Пришло время отложить вам в сторону все домашние дела и заботы и сосредоточиться на моем математическом неравенстве. Потому что как только вы сумеете уравнять правую и левую часть, вы заработаете достойнейшее вознаграждение. Не нужно упускать эту возможность. Как можно быстрее разберитесь с моей первой головоломкой и станьте богаче. Обратите внимание, что данное математическое неравенство состоит из двух частей. Есть правая часть, которая выделена желтым цветом. Знак равно и ответ 14 вы не трогайте. Что же вам нужно изменить? В вашем распоряжении левая часть. Там, где спички белого цвета, то есть там, где тройка, знак плюс и четверка находятся, вам необходимо переместить одну единственную спичку так, чтобы в ответе получилось 14. То есть продумать математическую комбинацию таким образом, чтобы левая часть увеличилась на 7 единиц. И если вы понимаете, как это сделать, если вы понимаете, как добиться этого путем перемещения только одной спички и только в рамках левой части, значит вы и есть тот самый победитель, которого я так долго жду. Ну что ж, стремитесь, появляйтесь здесь незамедлительно и озвучивайте мне ваш победный вариант. Обратите внимание, что внизу на экране указаны все номера телефонов. И в зависимости от того, где вы сейчас находитесь, вы можете набирать тот или иной номер телефона. Ну, например, если вы проживаете на территории Российской Федерации, вы набираете короткий номер 0948. Если вы живете не в России, а живете, например, в Армении, ваш номер телефона 090701. Живете не в России, не в Армении, а в какой-то другой части мира, например, в Казахстане, 3698. Все максимально комфортно, максимально удобно для того, чтобы именно вы становились богаче, для того, чтобы именно вы зарабатывали достойнейшую награду. Думать вам, решать вам, когда и насколько становиться богаче. Но мне кажется, что надо пробовать, надо реализовывать себя. Вообще вы должны суметь раскрыть в себе максимум талантов. И если вы никогда не становились победителем моего интеллектуального шоу, то, может быть, попробовать прямо сейчас. Это тоже замечательная возможность заработать прекрасную награду в размере 7000 рублей. Причем при помощи своего ума и своих способностей. Вот в чем большая важность. Знаете, что вы можете повысить свою самооценку. Появляйтесь как можно быстрее, думайте, работайте, появляйтесь как можно быстрее и оказывайтесь здесь незамедлительно. Я жду вас, жду здесь в прямом эфире. 3 плюс 4 равно 7. Должно получиться 14. Прорабатывайте каждую комбинацию. Что вам можно менять? Вы можете менять что-то взаимно, пытайтесь. Возможно, вам захотелось бы поменять взаимно две цифры. Либо тройку, либо четверку. Можете поменять цифру и знак. То есть здесь комбинаций несколько. Поэтому, конечно же, может так статься, что с первого раза вам не удастся отыскать победный вариант. Но здесь не нужно отчаиваться. Потому что очень часто так бывает, что вы начинаете опускать руки и думаете, ну раз не получилось, значит мне победителем не стать. Нет. Безусловно, именно вы станете победителем моего интеллектуального шоу. Думайте, работайте. Перепроверяйте любые ваши варианты и не бойтесь ошибиться. Да, задание сложное. Да, справиться с ним непросто. Но если очень хорошо постараться, если подумать, поработать, то, безусловно, у вас все получится. То, безусловно, именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Думайте, трудитесь, перепроверяйте любые ваши варианты. Я надеюсь на то, что у вас все получится. И я надеюсь на то, что вы с данным заданием справитесь. Главное, чтобы это произошло как можно быстрее. Решать вам, когда и на сколько становиться богаче. Но я настаиваю на том, чтобы вы с данным заданием справились незамедлительно. Думайте, трудитесь, перепроверяйте любые ваши варианты. Мне очень важно услышать ваше мнение. А как вы поработали, а как вы разобрались с данным математическим неравенством. Вот такая вот интересная задача предлагается вам, которую вам нужно сейчас реализовать и почувствовать себя настоящим героем. Первым героем моего интеллектуального шоу. Потому что сейчас у меня пока еще не было ни одного победителя. То есть у вас есть шанс, помимо того, что заработать достойную награду, В общем-то, приобрести некий статус победителя интеллектуального шоу, Который, возможно, изменит вашу жизнь к лучшему. Потому как вы начнете чувствовать себя по-другому. Начнете чувствовать себя настоящим достойнейшим победителем моего интеллектуального шоу. Решайтесь. Какая спичка должна сейчас переехать? И самое главное, куда? Откуда вы ее должны взять и куда поставить? Продумывайте, пересчитывайте. Я вас слушаю. Расскажите мне, пожалуйста, каким образом вы переместили спичку в левой части? Здравствуйте. Здравствуйте. Из тройки сделайте пять. Я могу из тройки сделать пять. Это действительно не противоречит условиям моего задания. Но при этом победы вы не достигаете. Потому что в ответе в левой части у нас получается девять. А ведь должно получиться четырнадцать. Да, вы молодец. Вы на правильном пути. И мне нравится ход ваших мыслей. Вы рассуждаете логично. Вы пытаетесь увеличить левую часть. И это грамотно. Но имейте в виду, что вы должны увеличить ее на семь единиц. А вот это уже сложнее. Тем более, что в вашем распоряжении одна спичка. И психологически сложно представить семь единиц и только одна спичка в распоряжении. Как же поработать, как же потрудиться так, чтобы стать победителем. Но все возможно. Я вас уверяю, у вас все получится. Я знаю, на что вы способны. Тем более, что уже пытаетесь и уже нащупали правильную дорожку. То есть вы уже движетесь туда, в правильном направлении. Туда, куда нужно. Пытаетесь работать на увеличение левой части. И это все правильно. Это действительно позволит вам стать победителем. Думайте, работайте, перепроверяйте любые ваши варианты. Не бойтесь ошибиться. И количество тем более, что ваших появлений здесь в прямом эфире никем и ничем не ограничено. Я рассчитываю на то, что вы с данным заданием справитесь. Я рассчитываю на то, что это произойдет как можно быстрее. Я очень хочу, чтобы именно вы стали моим победителем. Победителем моего интеллектуального шоу. Так, пожалуйста, трудитесь. Перепроверяйте любые ваши варианты. И не нужно бояться ошибиться. Да, задание сложное. Да, справиться с ним непросто. Но если посмотреть внимательно, если подумать, поработать, конечно же, у вас все получится. Конечно же, именно вы станете моим достойным, активнейшим победителем. Я очень на вас рассчитываю. Я хочу, чтобы все у вас получилось. Я хочу, чтобы вы с данным заданием справились сейчас. Не нужно ждать каких-то эфемерных подходящих моментов. В моем интеллектуальном шоу никакого подходящего момента нет и быть не может. Здесь и сейчас лучший подходящий момент. Поэтому думайте, работайте, перепроверяйте любые ваши варианты. Не бойтесь ошибиться. Количество ваших появлений здесь, в прямом эфире, никем и ничем не ограничено. И вот как только вы решите стать богаче, вы непременно станете моим победителем. Решайтесь, размышляйте, рассуждайте. Не бойтесь совершить ошибку. Появляйтесь здесь и озвучивайте мне абсолютно любую версию. Ошибки не совершает тот, кто ничего не делает. Но если вы настроены на победу, если вы хотите стать богаче, то я вас уверяю, у вас обязательно все получится. И вы станете моим победителем. Победителем моего интеллектуального шоу. Трудитесь, размышляйте, рассуждайте и радуйте меня своими активными действиями. Три плюс четыре. Где же сейчас должно произойти то самое изменение, чтобы именно вы стали богаче? Решать вам, когда и насколько становиться победителем сейчас? Или ждать какого-то подходящего момента? Вы можете просто прошляпить ту возможность и заработать достойную награду. Потому что здесь появится кто-то другой. А зачем вам взращивать конкурента? Вы же сами можете разобраться. Но давайте логически рассуждать. Если левая часть сейчас меньше на 7 единиц, то какое грамотное действие вы должны осуществить, чтобы левая часть увеличилась на 7 единиц? Вот и подумайте, как вам поработать, как вам потрудиться, чтобы именно вы стали богаче, чтобы именно вы заработали достойнейшее вознаграждение. Пожалуйста, не теряйте времени, будьте внимательны. Совершайте только исключительно грамотные действия. И именно это приведет вас к победе. Я понимаю, что задание сложно. Я понимаю, что справиться с ним непросто. Но если очень постараться, если очень захотеть, то, безусловно, у вас все получится. И именно вы станете тем самым достойнейшим победителем, которого я так долго жду. Перепроверяйте любые ваши варианты, не бойтесь ошибиться, потому как количество ваших появлений здесь, в прямом эфире, никем и ничем не ограничено. Да, непросто справиться с данным заданием. Но если постараться, если сосредоточиться, то все получится, и вы добьетесь победы. Решать вам, когда и насколько становиться богаче. Но мне кажется, пора справиться. И пора справиться здесь и сейчас. Действуйте, будьте настойчивы, будьте активны, перепроверяйте любые ваши варианты и появляйтесь. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите алло, я вас слышу. Мне кажется, надо с плюсом на тройку переставить. Нет, так делать нельзя. Потому что, смотрите, вы сейчас взяли, Да, конечно, вы вроде бы тройку превратили в девятку. То есть, казалось бы, она увеличилась, но на самом деле не насильно много. Давайте лучше я кое-что сделаю интересное и превращу 7 тысяч рублей в 7 с половиной. Ну как вам такое предложение заманчиво, не правда ли? Тогда будьте активны и действуйте, появляясь здесь в прямом эфире, озвучивайте мне только правильную математическую комбинацию. Комбинацию, которая позволит в левую часть увеличить на 7 единиц. Знаете, как это сделать при помощи одной спички? Не ждите, чтобы кто-то вас опередил. Не надо позволять, не надо давать фору конкурентам. Сами активно появляйтесь в прямом эфире и рассказывайте мне об этом. У вас обязательно все получится? Только работайте с каждой спичкой методом исключения. Следите за тем, чтобы когда происходило изменение в левой части, действительно, можно достичь победы, действительно, можно стараться, можно думать, чтобы все-таки левая часть была равна 14. Потому что если в левой части ответ не равен 14, то вы не станете победителем. Можете стать сейчас в первой головоломке моим победителем, а потом стать победителем второго задания, а потом третьего, четвертого. И делайте это столько раз, сколько посчитайте нужным. Вот как захотели, так активно появляемся в прямом эфире и так мне об этом рассказываем. Только, пожалуйста, четко, подробно все по пунктам раскладываем, с какой именно спичкой трудились, как именно работали. Я понимаю, что задание непростое, но если очень захотеть, если приложить усилия, безусловно, у вас все получится. Безусловно, именно вы станете тем самым заветным победителем, которого я так долго жду. Поэтому ни в коем случае не нужно в себе сомневаться. У вас обязательно все получится. Вы достигнете победы. Главное, перепроверяйте любые ваши варианты. Не бойтесь ошибиться. Да, задание непростое, да, справиться с ним непросто. Но если постараться, если поработать серьезно, то вы достигнете победы. Думайте, трудитесь, ищите, какая спичка находится не на месте, и работайте осознанно. Это очень важно, чтобы именно у вас все получилось. И я знаю, что у вас получится. Потому что где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, вы станете тем самым достойнейшим победителем, которого я жду. Здравствуйте, вы в прямом эфире расскажите мне, какую спичку в левой части вы сейчас переместили. Пожалуйста. Здравствуйте. Убираю здесь четверку, она лишняя. Вот так у вас заявление. Как эта четверка может быть лишней? При всем моем уважении, вы не можете выбрасывать ни одной здесь спички. А сколько спичек вы сейчас выбросили? И самое главное, зачем? Вы хотели меня удивить? Безусловно, вы меня удивили. Но в следующий раз появляетесь в прямом эфире и удивите меня тем, как вы увеличили левую часть на 7 единиц путем перемещения одной спички. Все логично. И тогда награда в размере 7,5 тысяч рублей переместится к вам в кошелек. Правильно перемещаете спичку, и награда перемещается к вам. Так действуйте же. Появляйтесь здесь как можно быстрее. За одно перемещение, грамотное перемещение, я произвожу другое грамотное перемещение и позволяю вам становиться богаче. И самое главное, что это происходит здесь и сейчас в реальном времени, потому что мы находимся в прямом эфире. То есть если вы будете на потом откладывать, в надежде, что надо подгадать какой-то момент, сейчас вот несколько человек появятся, несколько участников попытаются, и потом я. А кто знает, может быть, те несколько человек, о которых вы думаете, кто-то из них озвучит победный вариант. И тогда награда в размере 7,5 тысяч рублей вам не достанется. А ведь я очень хочу, чтобы именно вы заработали достойнейшее вознаграждение. Трудитесь, размышляйте, рассуждайте, перепроверяйте любые ваши варианты. Да, задание сложное, да, справиться с ним непросто, но если очень захотеть, если постараться, конечно же, у вас все получится. Конечно же, именно вы станете моим победителем, которого я так долго жду. Но главное вам сосредоточиться, главное вам вглядеться в данное математическое неравенство. У нас проблема с левой частью. Подумайте, как ее решить, как разобраться с пресловутой левой частью. Думайте, трудитесь, размышляйте, перепроверяйте любые ваши варианты, и не бойтесь ошибиться. Я понимаю, что задание сложное, я понимаю, что справиться с ним непросто, но если очень захотеть, если постараться, то все получится. Вы станете победителем, которого я так долго жду. Я рассчитываю на вас. Соберитесь. Не ждите, чтобы кто-то это сделал за вас. Никто за вас вашу работу делать не будет. Только вы можете стать богаче. Только вы можете собраться, сосредоточиться и ворваться ко мне в прямой эфир. И, конечно же, у вас все получится. Думать вам, решать вам, когда и насколько становиться богаче. Но мне кажется, что уже пора, уже пора вам здесь появиться. Трудитесь, размышляйте, рассуждайте. Настаиваю на том, чтобы вы не просто появлялись в прямом эфире, а перепроверяли любые ваши варианты. И все варианты, какие возможны, все комбинации, которые допустимы, перемещайте, переставляйте и оказывайте здесь как можно быстрее. Думайте, работайте и радуйте меня своими активными действиями. Я очень на вас рассчитываю. Жду вас в прямом эфире. Я надеюсь на то, что все получится. А неужели вы считаете, что ничего не получится? Почему? Почему вы так не уверены в себе? Я же знаю, что вы молодцы. Я вас слушаю. Ваше решение подробно, пожалуйста, только. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Возьмите, пожалуйста, спичку и стройку и переставьте на четверку. Безусловно, ваш ответ был достаточно подробным, но неверным. Вот в чем проблема. Дело в том, что с тройки вы берете спичку, и во что превращается тройка? В квадратную скобку? Нет. И четверка при этом тоже ни во что новое не переродилась. То есть она не превратилась в какую-то читаемую цифру. В какую-то непонятную цифру превратилась. Но зачем мне нелогичное, непонятное решение? Я жду здесь исключительно победителя. Я рассчитываю на то, что у вас все получится, и я рассчитываю на то, что именно вы справитесь с моим заданием. Думайте, трудитесь, размышляйте, рассуждайте и перепроверяйте любые ваши варианты. Да, задания сложные. Да, справиться с ним непросто. Но если очень захотеть, если постараться, если приложить усилия, у вас все получится. Трудитесь, размышляйте, рассуждайте, перепроверяйте ваши варианты. Я очень на вас надеюсь. Соберитесь, у вас все получится. И именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Думайте, работайте, но работайте внимательно. Не ждите какого-то, в общем-то, какой-то манны небесной. Все в ваших руках. Если в ваших руках есть мобильный телефон, то вы решаете, когда и насколько становиться богаче. И вы сами отвечаете для себя на вопрос, а достойны ли вы. Никто не вправе указывать вам, что вы можете в этой жизни. Вы сами творцы своей собственной жизни и творцы моего прямого эфира. Потому что мое количество заданий напрямую зависит от вас. И только вам решать, когда и насколько становиться богаче. И, безусловно, я хотела бы услышать ваш голос. Подробный ответ, который мне даст. Расскажите мне подробный ответ. Пожалуйста, будьте внимательны. Думайте. Трудитесь. Трудитесь, не покладая рук. Осознанно вглядывайтесь в левую часть. Тройка, знак, плюс четверка. Что должно поменяться? Я понимаю, что задание непростое. Я понимаю, что задание сложное. Но мне кажется, пора уже вам с ним разобраться. Уже пора как-то поработать более грамотно, более осознанно. Перепроверяйте любые ваши версии. Ищите, что за спичка может скрываться в левой части. Очень детально, пожалуйста, работайте. Конкретно, какую именно спичку взяли и куда именно переместили, так, чтобы в ответе получилось 14. Пытайтесь работать с каждой спичкой. Вы же можете поработать, например, с чем-то взаимно. Можете поменять две цифры. Цифру и знак. Можете произвести изменения в рамках только одного символа. Главное, чтобы ваше действие было осознанным. Я вас слушаю, пожалуйста, расскажите ваше решение. Здравствуйте. Давайте как-нибудь из тройки сделаем 10. А как я должна из тройки сделать 10? Я не волшебница. Я не могу сейчас, в общем-то, взмахом рук наколдовать здесь спички. Вы подогнали под ответ. Поймите, что вы должны поработать только с одной спичкой. И только за грамотные действия я вручу вам 8 тысяч рублей. Я опять увеличила сумму вашего вознаграждения. Потому что я вижу, попытки есть. Значит, вы стараетесь, значит, вы стремитесь. И почему бы мне вас не поощрить? Ведь я на вашей стороне. Я хочу, чтобы как можно быстрее у меня появился первый победитель. Я делаю все со своей стороны для этого. Надеюсь, вы будете так же разумны на бой. Надеюсь, вы соберетесь и появитесь здесь как можно быстрее. 3 плюс 4. В ответе у нас 14. А должно быть 14 и в левой части. Маленькая левая часть. Как же ее увеличить путем перемещения одной спички? Не двух, не выбрасыванием спичек, не добавлением спичек. А работать вы должны только с одной единственной. Вот где же она? В каком символе она скрывается? Это может быть тройка, это может быть четверка, это может быть знак плюс. Выясните, выясните, где прячется победная спичка и появляйтесь здесь как можно быстрее. Я надеюсь на вас. Я надеюсь на то, что у вас все получится. Трудимся, размышляем, рассуждаем, перепроверяем любые ваши варианты. Мне очень важно знать ваше мнение. А как вы поработали? А как именно вы достигли победы? И где же та самая спичка, которая портит всю картину? Рассуждайте, размышляйте. Да, сложно, да, непросто. Но если очень захотеть, если постараться, если приложить усилия, безусловно, у вас все получится. И, безусловно, именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Жду. Решайте сами. Трудитесь осознанно. Три плюс четыре. Где же сейчас должно произойти изменение? Думаем. Перемещаем одну единственную спичку и радуем меня своими активными действиями. Ну, пора уже разобраться. Ведь это только первое задание. Это только разминка. Что же будет впереди? Я понимаю, что тяжело в учении, как говорится, легко в бою. Но имейте в виду, что уже пора отправляться в бой. Потому что с разминкой пора уже бы и покончить. Пора бы уже завершить, закрыть эту тему. И уже понять, как увеличить левую часть на семь единиц. Но здесь до сих пор тишина. Очень жаль. А вот и не тишина. Я вас слушаю, ваше решение. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здесь нужно единицу убрать. Вот ничего себе вы предлагаете. А вы обратили внимание, что единица-то у нас выделена желтым цветом. И это сделано вам в помощь, чтобы вы понимали, что со спичками желтого цвета вы не трудитесь и не работаете. И тем более ваши действия нелогичны. Почему? Потому что в ответе же у нас в левой части, ну даже если вы пытаетесь достичь баланса и добиться того, чтобы левая и правая части стали одинаковыми. Но это я уже вас сейчас пытаюсь как-то оправдать. То и этого ведь вы не сделали. Потому что в левой части ответ равен семи. Или вы просто не заметили тройку в левой части. В общем, тут догадки бессмысленны. Просто появитесь в другой раз и переместите спичку все-таки исключительно белого цвета и только в левой части. Не работайте с правой частью. Это богаче вас не сделает. А вы просто затратите время напрасно. Но я благодарю вас в любом случае за то, что вы появились в прямом эфире, за то, что вы проверили свой вариант. Думайте, радуйтесь тому, что вы можете стать богаче и уже становитесь сейчас. Появляйтесь как можно быстрее. Не хочу я слишком долго размышлять над этим заданием. Ведь я припасла для вас большое количество интереснейших, сложнейших головоломок, которые следовало бы реализовать здесь незамедлительно. Но вы пока мне не позволяете перейти дальше. Что-то мы немножечко подвисли на данном математическом неравенстве. А ведь пора уже отправляться вперед. Вперед к другим более высоким и сложным вершинам. Но я уверена, что вы их не испугаетесь. Я уверена, что вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Думайте, работайте, ищите, перепроверяйте любые ваши варианты. Не бойтесь ошибиться. Да, задание сложное. Да, справиться с ним непросто. Но если очень захотеть, если постараться, конечно же, вы достигнете победы. Трудитесь. Я понимаю, что вот не так-то все легко. Но очень может статься, что именно вы можете стать моим победителем. Ведь ваша задача просто решиться появиться здесь в прямом эфире и мне об этом рассказать. Но пока здесь тишина, пока здесь, к сожалению, никто еще не появился. Нет того самого достойнейшего победителя, которого бы я хотела уже лицезреть здесь. Соберитесь. У вас обязательно все получится. Пытайтесь, работайте. Перепроверяйте любые ваши варианты. Не нужно бояться ошибиться. Задание сложное, но абсолютно точно вы с ним справиться сумеете. Вы добьетесь победы. Главное поработать повнимательнее. Я советую воспользоваться замечательным способом, который обычно помогает всем моим победителям. Выложить данные математическое неравенство перед собой. Я вас слушаю. Расскажите ваше решение. Алло. Здравствуйте. Не буду этого делать. Если я с плюса могу взять и понимаю, что плюс превратился в минус, а во что превратилась четверка? Во что вы ее сейчас превратили? Вы на нее надели шляпку? У нас теперь четверка в шляпке? Ну, в общем-то, ничего хорошего из этого не получилось. Потому как цифра не читается. А после вашего перемещения, если она действительно грамотная, то цифра новая, новородившаяся, скажем так, цифра должна читаться. Поэтому поработайте как-то по-другому. Пытайтесь работать с какой-то другой спичкой. Здесь еще полно вариантов, которые вы не пробовали. Поэтому попробуйте каждый математический вариант, каждое действие. Выложите перед собой неравенство из тех же спичек, подручных материалов и попробуйте работать уже на столе, как бы в формате 4D, можно сказать. Вам так будет гораздо проще и виднее. И когда вы возьмете спичку и переместите, вы будете понимать, что да, действительно, вот она, наглядно будет видно, что цифра перестала существовать. А так, конечно же, вы вроде бы визуально берете, но при этом на экране-то ничего не меняется и сложно представить. Поэтому я и рекомендую воспользоваться таким способом. И впредь подобных ошибок у вас уже не будет. Потому что вы будете видеть, что либо сломали цифру, либо не превратили после перемещения цифру в какую-то новую. Все наглядно будет. Еще можно, конечно, перерисовать и маркером отмечать спички, с которыми вы уже поработали. Но это уже на ваше усмотрение, это на ваш вкус. Любое действие, которое вы совершаете, если оно ведет вас к победе, в общем-то, оно не противоречит допустимым нормам. Трудитесь, размышляйте, рассуждайте и появляйтесь здесь как можно скорее. 3 плюс 4. В ответе у нас 7. Как же вам поработать так, чтобы было уже не 7 в левой части, а 14? Должна возрасти левая часть на 7 единиц. Увеличится. И вот как вы это сделаете путем перемещения одной спички? Ну, это сложный вопрос. Но вопрос решаемый. И вы обязательно его решите. Сдается мне, что по ту сторону экрана уже нашелся тот самый герой. Есть таковой? Тогда появляйтесь здесь в прямом эфире, тогда бравым гусаром врывайтесь в прямой эфир и озвучивайте мне победное решение. Что за спичка в левой части должна сейчас переехать так, чтобы в ответе получилось 14? Как вам поработать? Как вам потрудиться? Интересно. Интересно мне услышать ваше мнение. Я жду вас в прямом эфире. Думайте, работайте, перепроверяйте любые ваши версии. Мне очень хотелось бы узнать именно ваш вариант. Я надеюсь на то, что вы с данным заданием справитесь. Я надеюсь на то, что вы соберетесь и появитесь здесь как можно быстрее. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь одну спичку на тройку поставить, получается? А что у нас получается, в общем-то, каким же образом у нас появилась здесь спичка? Нелогично. Давайте лучше я сделаю 9, и это будет сумма вашего вознаграждения. 9 тысяч рублей вы сейчас заработаете, если появитесь в прямом эфире и расскажете мне логичный ответ. Нет, не надо вам добавлять спички, не надо вам выбрасывать спички. Вы должны работать с тем количеством спичек, которые указаны на экране. При этом в вашем распоряжении есть только одна, любая спичка белого цвета. Любая, я подчеркиваю, мне не важно, каким образом вы поработаете, что-то взаимно поменяете, произведете изменения в рамках только одной цифры, поменяете взаимно знак плюс и цифру, трудитесь, размышляйте, перепроверяйте любые ваши варианты. Да, задание сложное, да, справиться с ним непросто, но если очень захотеть, если постараться, конечно же, у вас все получится. Конечно же, именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Перепроверяйте варианты. Очень интересно знать ваше мнение. Вот видите, появляться вам нужно здесь и сейчас незамедлительно. Я настаиваю на том, чтобы вы здесь собрались и появились, ведь мы находимся действительно в прямом эфире. Это все реально, я реальная, данное задание, данное вознаграждение. Надеюсь, вы также реальные сейчас соберетесь, сосредоточитесь, решите для себя, каким образом вы увеличите левую часть на 7 единиц, ворветесь в пространство прямого эфира и озвучите мне уже в конце концов победное решение. Но я не вижу никакой сложности, если вы логически рассуждаете и думаете. Хватит сомневаться в себе, хватит быть неуверенным. Только уверенные граждане заработают достойнейшую награду. Трудитесь, размышляйте, рассуждайте, перепроверяйте ваши варианты. Да, задание сложное, да, справиться с ним непросто, но если очень захотеть, если постараться, у вас обязательно все получится. И именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Решать вам, когда и насколько становиться богаче. Но мне кажется, что пора уже разобраться, пора уже справиться вам незамедлительно. Не надо надеяться на то, что у кого-то другого все сложится. Здравствуйте. Расскажите, каким образом вы поработали. Алло. Здравствуйте. До четверки надо сделать ноль. Ну хорошо, а при этом откуда я возьму дополнительные две спички? То есть я должна спичку одну переместить, да еще и две спички добавить? Нет. При этом вы даже победителем-то не становитесь. У вас, получается, левая часть стала еще меньше. Но она и так мала, а вы делаете ее совсем неприлично маленькой. Увеличить нужно другое действие какое-то вы должны совершить. Продумайте, какое это должно быть действие. Если сейчас левая часть меньше на 7 единиц, то как вам поработать, как вам переместить спичку, чтобы увеличилась? Ну, думайте логически. Проговаривайте любые комбинации, пересчитывайте, ведь вы это можете. Это ведь только разминка. Я же не рассчитываю здесь бесконечно долго разбираться с данным математическим неравенством. Я готова перейти дальше. Я готова перейти к следующему заданию. Поэтому, где бы вы ни были, чем бы вы сейчас ни занимались, пожалуйста, действуйте. Пожалуйста, собелитесь, и у вас все получится. И именно вы станете тем самым заветным победителем, которого я так долго жду. Решать вам, когда и насколько становиться богаче. Но я полагаю, что пора уже с данным заданием справиться. И, конечно же, вы с ним справитесь. И, конечно же, именно вы добьетесь победы. Трудитесь, размышляйте, перепроверяйте любые ваши варианты. Не нужно бояться ошибиться. У вас все получится. Вы и только вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Решать вам, когда и насколько становиться богаче. Но мне кажется, что тот заветный миг уже настал. Поэтому, где бы вы сейчас ни были, чем бы вы сейчас ни занимались, Пожалуйста, нужно трудиться, нужно трудиться осознанно. Размышляем, рассуждаем, радуем меня своими активными действиями. И у вас обязательно все получится. Надо быть внимательным. Надо серьезно подходить к выполнению данного задания. И вы решите. Вы решите, если будете стараться. Может быть, попробовать вам что-то поменять взаимно? Попробуйте. Тройку, четверку, знак плюс. Может быть, произвести изменения только в рамках одного какого-то символа. Пытайтесь. Но главное, после ваших действий в ответе в левой части должно получиться 14. То есть у вас должен быть баланс. Правая и левая части должны стать равными. И если они стали одинаковыми, так все прекрасно. Замечательно. Вы мой победитель. Вам осталось просто набрать соответствующий вашему местоположению номер телефона, который всегда указан на экране. Я как мантру вам их повторяю. Я думаю, что многие уже запомнили. 0948 – это для тех, кто живет на территории Российской Федерации. Если вы живете в Казахстане, 3698 набираете. Живете в Армении, чуть длиннее номер 090701. Проживаете в какой-то другой части мира, следовательно, вам нужно набирать длинный номер телефона, который указан напротив земного шара. Но не думайте, что у меня какие-то приоритеты в качестве вашего местоположения. Мне не важно, где живет мой победитель. Это может быть крупный город, это может быть маленький городок, это может быть населенный пункт, это может быть поселок, это может быть избушка на окраине леса. Не важно, где. Главное, если вы видите меня сейчас перед собой на экране, если у вас есть возможность набрать номер телефона с мобильного, пожалуйста, действуйте. Зачем ждать кого-то? Кто за вас выполнит вашу работу? Кто вам на блюдечке с голубой каемочкой принесет 9000 рублей? Нет. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Поэтому вы сейчас сами работайте с левой частью, сами выясняете, какая спичка находится не на месте, и сами набираете номер телефона прямого эфира, чтобы мне об этом рассказать, чтобы со мной поделиться, чтобы со мной пообщаться и, в общем-то, довести уже до ума. Уже пора справиться с данным заданием. Поэтому где бы вы сейчас не были, чем бы вы сейчас не занимались, именно вы станете богаче, именно вы добьетесь победы. Главное прикладывать усилия, пытаться работать грамотно. Три плюс четыре. Где же здесь должно произойти изменение, чтобы именно вы стали богаче? Да, интересное задание, да, сложное, но справиться с ним возможно. И, конечно же, у вас все получится. И, конечно же, именно вы станете моим победителем. Думайте, работайте, перепроверяйте любые ваши варианты. Не бойтесь ошибиться. Задание сложное, но оно точно выполнимо. И точно именно вы достигнете победы. Трудитесь, размышляйте, перепроверяйте любые ваши варианты. Я жду вас в прямом эфире моего интеллектуального шоу. Жду. И я надеюсь, что слишком долго ждать мне вас не придется. Потому что я хотела бы, чтобы вы уже собрались. Я хотела бы, чтобы вы уже появились здесь и справились с данным заданием. Не важно услышать именно ваш голос. Решать вам, когда и насколько становиться богаче. Но мне кажется, что пора справиться с данным заданием. Пора. Перепроверяйте любые ваши варианты. Не бойтесь ошибиться. Да, задание сложное. Да, справиться с ним непросто. Но если вглядеться в данное математическое неравенство, если попробовать поработать, то, безусловно, у вас все получится. То, безусловно, именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Трудитесь. Трудитесь, размышляйте. Перепроверяйте любые ваши варианты. И не бойтесь ошибиться. Потому как количество ваших появлений здесь, в прямом эфире, никем и ничем не ограничено. Интересно, а каким образом вы уже разобрались? А каким образом именно вы справились с данным заданием? И ведь мне важно знать именно ваше мнение. Мне важно, чтобы именно вы стали богаче сейчас, а не через некоторое время. Потому что время идет. Мы находимся в прямом эфире, время которого ограничено. И настанет тот миг, когда я вынуждена буду с вами попрощаться. И как бы мне этого не хотелось, как бы мне не хотелось продлить вот это приятное время, я, к сожалению, ничего не смогу сделать. Мне придется сказать вам «до свидания». Но пока мы работаем все еще с первым заданием. И хотелось бы уже с ним расстаться и перейти к следующей головоломке. Но возникают у вас трудности. Я понимаю. Я понимаю, что вариантов здесь много. Здесь большое количество спичек в левой части. И как потрудиться, как достичь победы, сложно мне сказать. Я, к сожалению, не могу указать на ту самую проблемную спичку, которая находится не на месте. Поэтому трудитесь, размышляйте, рассуждайте, перепроверяйте любые ваши варианты. Возможность у вас богаче есть. Вы можете стать моим победителем. И, конечно же, вы им станете. Поэтому где бы вы ни были, чем бы вы сейчас ни занимались, соберитесь. У вас все получится. Вы добьетесь победы. Решать вам, когда и насколько становиться богаче. Думайте, работайте, перепроверяйте любые ваши варианты. Да, задание сложное. Да, непросто. Но, значит, чем сложнее победа, тем вкуснее. Ищите, ищите спичку. Я со своей стороны делаю все, что могу. Я увеличиваю сумму вознаграждения. И я не думаю, что это плохо. Мне кажется, это прекрасно. Ведь вам же хочется заработать 9 тысяч рублей. Ну, вы почему-то не рассказывайте мне, какая спичка находится не на месте. Я не верю в то, что за такой период времени вы так и не выяснили победного варианта. Сдается мне, что по ту сторону экрана все-таки есть где-то мой победитель. А если задание непростое, то ведь конкуренция минимальна. Возможно, вы и есть тот единственный. Единственный, которого я жду. Ну, так появитесь же уже сейчас. Озвучьте мне в прямом эфире победное решение. Расскажите четко, подробно, по полочкам разложите, какая спичка в левой части сейчас должна переместиться, чтобы вы увеличили ее на 7 единиц. Не думайте ничего уменьшать. Вы богаче от этого не станете. Вы себя в тупик заводите. Вам нужно потрудиться так, чтобы левая часть стала выше на 7 единиц. Сейчас. И не ждать каких-то неведомых подходящих моментов. Да мое интеллектуальное шоу сплошной подходящий момент. В любую секунду ваша задача здесь появиться и рассказать мне победное решение. Поэтому приступайте незамедлительно. Где бы вы ни были, чем бы вы сейчас не занимались, соберитесь. У вас все получится. Именно вы станете богаче. Решать вам. Я не могу диктовать вам условий. Но я хотела бы, чтобы вы уже собрались. Я хотела бы, чтобы вы уже поторопились и оказались здесь как можно быстрее. Но не надо совершать резких движений. Подумайте. Поработайте внимательно. Очень мне хотелось бы услышать победителя. 3 плюс 4. 7 в левой части. А должно быть 14. Как же увеличить-то на 7 единиц, чтобы вы уже стали богаче? Мне вот очень интересно. Мне интересно, правда? Я, между прочим, скажу вам честно, уже отыскала ту самую спичку, которая находится не на месте. А вы отыскали? Если вы нашли ту спичку, которая находится не на месте, появляйтесь здесь и озвучивайте мне победное решение. Рассказывайте мне в прямом эфире, как вам это удалось сделать. С какой цифрой вы поработали? Может быть, вы поменяли что-то взаимно, цифру и знак. Может быть, вы поменяли, произвели изменения в рамках только одного числа какого-то. Может быть. Я не знаю. Решать вам. Вам решать, когда и насколько становиться богаче. Но я полагаю, что уже пора здесь появиться. Уже пора мне рассказать победное решение. Время-то идёт, а ведь это только разминка. Вы что, предлагаете мне всё интеллектуальное шоу разбираться с данным математическим неравенством? Ну какое же это интеллектуальное шоу, если мы до сих пор с разминкой справиться не можем? Соберитесь, просыпайтесь. Я понимаю, что пятница, вечер, момент усталости уже накатывает, трудовая неделя позади. Хочется просто расслабиться и быть сторонним наблюдателем. Но вы же можете изменить свой отдых. Вы можете отдохнуть так, что потом будете вспоминать всю жизнь, если заработаете сейчас 9 тысяч рублей. Завтра суббота и воскресенье. Завтра и отдохнёте. А сейчас ещё немножечко подумайте, ещё потрудитесь. Разберитесь незамедлительно, каким образом вам удалось уравнять правую и левую часть. И мне об этом расскажите. И вы станете богаче. Я вас слушаю, расскажите ваше решение. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Из четвёрки делаем 11, 3 плюс 11 равно 14. Ну, конечно. Ну, вот видите, как всё просто. Если немножечко подумать. Как вас зовут? Максим. Максим, очень приятно. Откуда вы? Сладейное поле. Вы зарабатываете 9 тысяч рублей. После программы с вами свяжутся и расскажут, каким образом данная награда окажется у вас. Мы прощаемся с первым заданием. Я очень рада, что Максим у нас стал богаче. И мы переходим ко второму заданию, которое, между прочим, гораздо сложнее. Мы продолжаем тему математики. И перед вами, внимание, новое математическое неравенство. И на этот раз уже 10 с половиной тысяч рублей. Это заслуженная награда, которая ждёт моего второго победителя. Но сначала вам нужно поработать с этим математическим неравенством. Потому как просто так, конечно же, вознаграждение в моём интеллектуальном шоу никто не зарабатывает. Только терпение и труд вас приведут к победе. И это произойдёт здесь и сейчас. Давайте сначала разберёмся. Точно так же, как и в предыдущем математическом неравенстве, у нас есть правая часть, которая выделена, внимание, с жёлтым цветом. Вы её не трогайте и не меняете. У нас ошибка существует там, где спички, внимание, белого цвета. Вот, пожалуйста, поработайте с левой частью. В вашем распоряжении, обратите внимание, на этот раз уже 5 цифр и 2 знака плюс. То есть вариантов того, откуда вы возьмёте спичку и куда поставите, большое количество. Но не думайте, что я сейчас буду настолько милостиво к вам, что позволю вам перемещать две спички или позволю вам, например, совершать несколько действий или добавлять спички, или выбрасывать спички. Нет. Ничего подобного я вам не позволяю. Вы можете работать только с левой частью и перемещать только одну единственную спичку. Давайте будем разбираться. 19 плюс 7 у нас получается 26. Да плюс 16 у нас получается в ответе 42. Естественно, у нас правая часть намного меньше, потому что там ответ 30. Как вам уменьшить левую часть на 12 единиц путём перемещения одной единственной спички? Если в первом задании вы думали, как бы вам увеличить на 7 единиц левую часть, то сейчас, наоборот, вы должны уменьшить вот такое вот непростое задание, с которым вам предстоит справиться здесь и сейчас, в прямом эфире моего интеллектуального шоу и заработать себе достойнейшую награду. Ну, давайте вместе с вами подумаем. Два знака плюс. Чего бы я вам не советовала делать? Ну, во-первых, запомните, что знаки плюс вы можете менять, конечно же, но только на минус. То есть умножать и делить, даже если вам очень этого хочется, не следует. Когда вы появляетесь в прямом эфире, так как здесь несколько цифр, так как здесь две единицы и два знака плюс, вы должны мне подробно рассказывать, с каким именно символом вы работаете. Например, вы поменяли первый плюс. Вот вы так и говорите, что вы произвели изменение с первым плюсом. Или вы поработали со вторым плюсом. Но я должна понимать. То есть ответ должен быть подробный. Условия сохраняются, что и в предыдущем задании. Поэтому если вы были там внимательны, если вы там действительно работали и трудились, то сейчас для вас не составит никакого труда разобраться с данным математическим неравенством. Потому что я полагаю, что все-таки первое разминочное задание уже позволило вам иметь какое-то представление о том, как вам нужно здесь трудиться, как вам нужно здесь работать. Вот и думайте, вот и появляйтесь здесь как можно быстрее. Не теряйте времени, задание сложное, но можно с ним разобраться, если работать методом исключения с каждой спичкой. Решите, какая спичка должна сейчас переместиться. Какая спичка должна сейчас переехать? Про себя проговаривайте, прорабатывайте каждое свое действие. Думать вам, решать вам. Я не могу диктовать вам условий. Это не в моих правилах. Это, к сожалению, не позволит вам стать богаче. 0-9-48 это короткий номер для всех жителей Российской Федерации. Если вы живете в Казахстане, ваш номер телефона 36-98. Всем жителям Армении следует набирать следующий номер. 0-9-0-70-0-1. Живете в какой-то другой части мира, набирайте длинный номер телефона. И появляйтесь здесь как можно быстрее. Думать вам, решать вам, когда и насколько становиться богаче. Но я полагаю, что уже пора. Пора собраться, пора появиться здесь и озвучить мне победный вариант. Я хотела бы знать ваше мнение. Соберитесь. Задание сложное, но, безусловно, вы с ним справиться сможете. И вы станете победителем моего интеллектуального шоу. Все готово для того, чтобы именно вы здесь оказались. Решитесь появиться как можно быстрее. Думайте, работайте. Перепроверяйте любые ваши варианты. Не нужно бояться ошибиться. Вы добьетесь победы. Вот как-то так вам нужно поработать. Как-то так вам нужно быть более внимательным, более осознанным. Пытайтесь, ищите, и все получится. Трудитесь. Да, задание сложное. Да, справиться с ним тяжело. Но можно, если очень постараться. Если попытаться работать грамотно. Не теряйте времени, у вас обязательно все получится. В конце концов, это вам решать, когда и насколько становиться богаче. Я вас слушаю. Пожалуйста, говорите. Алло. Из шестерки мы делаем нолик. Из шестерки мы делаем ноль. Прекрасно. Ну а что при этом у нас получается? Безусловно, вы уменьшили левую часть. И это замечательно. Но на шесть единиц. А ваша задача уменьшить ее на двенадцать. Поэтому пытайтесь, да? Логика ваша мне ясна. Я поддерживаю вас. Вы действительно молодец. Вы на правильном пути. Но в следующий раз все-таки не забывайте, что вы должны пересчитать левую часть. И как только вы добьетесь победы, как только вы переместите спичку таким образом, чтобы ответ стал равен тридцати, вот тогда, пожалуйста, будьте любезны, появляйтесь здесь в прямом эфире. Но если у вас не получается баланса, то зачем же тратить время? Вы же появляетесь здесь для того, чтобы заработать достойную награду. Я права? Или просто так? Я надеюсь на то, что все-таки вы хотите стать богаче. И я рассчитываю на то, что вы станете моим победителем. Думайте, трудитесь. Надо быть внимательным. Надо собраться. Надо принять как данность то, что левая часть у нас проблемная. Надо работать только с левой частью. Но пытаться уменьшить ее при помощи одной единственной спички на двенадцать единиц. Как же вам потрудиться? Как же вам разобраться? Я не знаю. Я могу вам только дать несколько старых добрых советов, которые обычно всегда помогают трудолюбимым и настойчивым. Потому как это неотъемлемое качество моего победителя. Но для того, чтобы вам стать богаче, вам нужно, как вариант, попробуйте выложить данное математическое неравенство перед собой. Попробуйте. И поработайте с каждой спичкой методом исключения. Попытайтесь. Добьетесь победы? Прекрасно. Появляйтесь здесь в прямом эфире и мне об этом рассказывайте. Озвучивайте мне ваше решение. Если вы, допустим, пытаетесь, но при этом у вас не получается победного ответа. Что делать, спросите вы меня? Продолжать трудиться. Только так. Настойчиво методом исключения работая с каждой спичкой. Если вы решили не выкладывать данное математическое неравенство перед собой, а, например, перерисовать, то можете летающими стрелочками перемещать спичку, потом обратно и выделять, например, маркером, либо фломастером другого цвета ту спичку, с которой вы уже поработали, чтобы вновь к ней не возвращаться. Думайте, работайте, трудитесь, размышляйте, рассуждайте. Я очень хочу услышать ваш голос. Я хочу, чтобы именно вы стали победителем моего интеллектуального шоу. Я настроена на то, чтобы вы стали богаче. Думайте, рассуждайте, логически размышляйте. Каждое действие, каждое новое перемещение может позволить вам стать богаче. Вы можете заработать достойную награду. И вы ее заработаете. И вы добьетесь того, что станете победителем. И я надеюсь на то, что это произойдет сейчас, а не через некоторое время. Потому как через некоторое время, ну а что толку? Ведь сейчас это максимально удобное время для того, чтобы вы заработали достойнейшую награду. Думать вам пора приступать к выполнению данного задания. Ищите, какая же спичка находится не на месте. Где же сейчас должно произойти то самое изменение? Я надеюсь на вас. Я надеюсь на то, что вы соберетесь. В конце концов, с первым заданием вы же справиться сумели. Хоть это была и сложнейшая головоломка. Непростая. Была разминочная, но трудная. Здесь подобное. Но количество цифр гораздо больше. Гораздо больше спичек. Но ведь у вас уже есть опыт общения с подобными спичками. Вы уже понимаете, как вам трудиться. Поэтому продолжайте в том же духе. Перепроверяйте любые ваши варианты. Не бойтесь ошибиться. Да, задание сложное. Но справиться с ним возможно. Я вас слушаю. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите алло. Алло. Да? А я предлагаю взять спичку с девятки и переставить ее на семерку. Я так вам делать не предлагаю. Потому что если с девятки я могу взять спичку, и я понимаю, в какую цифру девятка трансформировалась, то во что трансформировалась семерка? Непонятно. Хорошо. Я понимаю, что сложно. Поэтому вы можете сейчас заработать, если захотите, 12 тысяч рублей. На полторы тысячи рублей я сразу увеличила сумму вашей награды. Потому что я понимаю, как вам непросто. И я хотела бы, чтобы именно вы стали богаче. Я хотела бы, чтобы вы собрались и справились с данным заданием незамедлительно. Не ждите, чтобы кто-то это сделал за вас. Только вы можете стать тем самым достойнейшим победителем, которого я так долго жду. Думайте, трудитесь, перепроверяйте любые ваши варианты и не бойтесь ошибиться. Потому как количество появлений здесь в прямом эфире никем и ничем не ограничено. И вы можете стать богаче прямо сейчас. Главное, решитесь и появитесь здесь как можно быстрее. Думать вам, решать вам. Но я советую уже собраться. Задание непростое, задание сложное. Но вы достигнете победы, если будете перепроверять каждый вариант. Анализируйте. Думайте. Пытайтесь. Как-то вам нужно уже изменить левую часть, уменьшить на 12 единиц при помощи одной единственной спички. Ну а как только вы добьетесь того, что правая и левая части станут равными, вместо того, чтобы радоваться и рассказывать об этом своим друзьям, знакомым и экрану телевизора о том, что вы отыскали ту самую спичку, вам нужно появиться здесь в прямом эфире и мне об этом рассказать. Я вас слушаю. Вы в прямом эфире, пожалуйста, говорите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, из семерки сделать единицу? Из семерки вы хотите сделать единицу? Я могу. А куда вы спичку переместили? На память себе взяли? Вы не можете выбрасывать по вашему желанию, на ваш взгляд, ненужные спички. Здесь ненужных спичек нет. Все спички нужны, все спички важны. И только одна-единственная спичка сейчас запуталась. Где-то она находится не в том месте. И ваша задача переместить ту самую спичку так, чтобы вы уже стали богаче. Переместить таким образом, чтобы левая часть стала меньше на 12 единиц. Вот об этом вы должны думать. Вот на этом вы должны сосредоточиться. Решайте, рассуждайте, размышляйте. Появляйтесь в прямом эфире. Да, задание сложное. Да, справиться с ним непросто. Но если ничего не делать, если оставаться просто сторонним наблюдателем, вы никогда богаче-то и не станете. Вы так и останетесь ни при чем. А ведь я хочу, чтобы вы уже появились здесь как можно быстрее. Я не хочу, я просто требую, чтобы вы собрались и стали победителем моего интеллектуального шоу. Здесь и сейчас. Думать вам, решать вам. Я за вас диктовать условия, к сожалению, не могу. Но я надеюсь на то, что вы соберетесь. И я надеюсь на то, что вы справитесь. Не просто, конечно же, с этим заданием разобраться. Но если пытаться, если вглядываться в левую часть, то все получится. То вы достигнете победы. И я надеюсь, что это произойдет здесь и сейчас. Незамедлительно вы должны действовать. Соберитесь. У вас все получится. Именно вы станете моим достойнейшим победителем. Надеюсь на вас. Надеюсь на то, что вы разберетесь. И порадуйте меня своими активными действиями. Ищите, какая спичка находится не на месте. И где сейчас в левой части должно произойти изменение, чтобы именно вы стали богаче. Чтобы именно вы появились здесь в прямом эфире и рассказали мне победное решение. Пытаемся, работаем, перепроверяем любые ваши варианты. Не нужно бояться ошибиться. Да, задание сложное. Но справиться с ним у вас получится. Именно вы станете богаче. Именно вы заработаете награду. Как вам потрудиться? Как вам поработать? Расскажите мне, какая же спичка сейчас потеряла свое местоположение. Где же ее дом? Верните ее обратно. Так, чтобы левая часть стала меньше на 12 единиц. Неравенство нужно превратить в равенство. Есть представление о том, как работать? Уже добились баланса? Чего ждем? Я не вижу, в общем-то, никакого смысла в ожидании. Вы теряете время. Вы даете фору своим конкурентам. А вы можете сами стать богаче, если только захотите. Это ваше право. Это ваше право сейчас заработать 12 тысяч рублей. Так зачем же отдавать свое право кому-то другому, если вы можете стать богаче? Подумайте, сегодня пятница, вечер. Так и хочется заработать достойнейшую награду. Согласитесь, это заманчивое предложение, от которого, в общем-то, не следует вам отказываться. Следует появиться вам как можно быстрее здесь и сейчас. Думайте, работайте, перепроверяйте любые ваши варианты. Я настаиваю на том, чтобы именно вы сейчас стали моим победителем. Где вы, где вы, мой, в общем-то, долгожданный второй победитель? Ведь первый победитель уже в наличии, первый герой у меня имеется. Кстати, уважаемый первый герой, а кто вам сказал, что вы можете быть только героем единожды? Нет, вы можете стать героем моего интеллектуального шоу прямо сейчас, если только захотите. Если появитесь здесь, пожалуйста, появляйтесь, пожалуйста, озвучивайте мне победное решение. Трудитесь, перепроверяйте любые ваши варианты. Интересное задание. И справиться с ним, конечно же, получится. Конечно же, именно вы станете богаче. Главное – это ваше желание. Если есть желание, то, в общем-то, появятся и возможности. А возможности, безусловно, у вас появятся, если вы этого захотите. Решать вам, когда и насколько становиться богаче. Но мне важно, чтобы у вас все получилось. Мне важно, чтобы именно вы сейчас стали победителем моего интеллектуального шоу. Трудитесь, осознанно вглядывайтесь в данное математическое неравенство, работая с каждой спичкой методом исключения. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите «Алло, я вас слушаю». Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Возьмем спичку с шестерки и переставим ее на девятку. Шестерки на девятку? Ну, хорошо, давайте подумаем, что при этом у нас получается. Шестерку вы превращаете, я полагаю, в пятерку. Девятку вы предлагаете превратить в восьмерку. Но понимаете, вот это я сейчас проговариваю ваш ответ. А ведь вы должны сами мне его проговорить. И при этом вы забыли, что ваша задача еще и пересчитать. То есть если я пересчитаю, то, в общем-то, замечу, что вы уменьшили левую часть, но всего лишь навсего на несколько единиц. Потому что, смотрите, 18 плюс 7 у нас получается 25, да плюс 16 у нас получается 41. А должно быть 30 в ответе. Мало-мало еще пытаемся, еще работаем с какой-то другой спичкой. Думайте, думайте. Но вы на правильном пути, вы правильно делаете, что пытаетесь уменьшить левую часть. Потому что нельзя вам работать невнимательно. Нужно быть внимательным человеком. Вот как у нас первый участник активно трудился. Вот посмотрите, как вы разобрались с первым математическим неравенством. Что сейчас за пробуксовки у вас начались? Я не понимаю. Почему уже вы здесь не появляетесь? Утомились? Нет, пробуждаетесь. Сейчас пятница, вечер, я понимаю, устали, трудовая неделя позади, хочется расслабиться. Ну, кому расслабиться? Вам нужно собраться, у вас все получится. Трудитесь, трудитесь грамотно. Каждая спичка должна попробовать переместиться. С каждой спичкой поработайте. Выясняйте методом исключения. Переместили, не получилось. Забываем про эту комбинацию и работаем с какой-то другой спичкой. Итак, потихонечку, шаг за шагом вы выясните, какая же спичка приведет вас к победе. А озвучив в прямом эфире победное решение, вы заработаете 13,5 тысяч рублей. И вновь на полторы тысячи рублей я увеличила сумму вашего вознаграждения. Но ведь я делаю все для вас, для того, чтобы именно вы стали богаче. Так почему бы вам не собраться? Почему бы вам не появиться здесь и не рассказать мне победный вариант? Добейтесь того, что вы станете моим победителем прямо сейчас. Задание сложное. Но справиться с ним, безусловно, получится. И именно вы станете тем самым заветным победителем, которого я так долго жду. Решать вам, когда и насколько становиться богаче. Но мне кажется, что пора уже вам разобраться. Пора уже справиться и достичь победы. Где вы, мой активный победитель? Неужели вам не хотелось бы заработать 13,5 тысяч рублей за одну только спичку? Вдумайтесь! Какая-то спичка и 13,5 тысяч. И следующий ваш день уже будет наполнен радостью, ощущением того, что я герой, я победитель, я это сделал. Я молодец. И, в общем-то, ваши все чувства, о которых я сейчас говорю, будут абсолютно оправданы. Потому что вы действительно совершили грандиозный поступок. Вы появились в прямом эфире. Вы достигли победы. Вы озвучили победное решение. И кому как не вам радоваться и гордиться этим, вы станете победителем. Вы станете победителем моего интеллектуального шоу. И никто и ничто в этом вам не помешает. Думайте, работайте, перепроверяйте любые ваши варианты. Не нужно бояться ошибиться. Нужно двигаться к поставленной цели. Шаг за шагом. Ищем, какая спичка находится не на месте. Появляемся здесь и озвучиваем непобедный результат. Думать вам. Решать именно вам. Я за вас, к сожалению, выполнить данное задание не в состоянии. Я не в силах. Я бы хотела, но это невозможно. Вот в чем проблема. Но если вы постараетесь, если вы разберетесь, конечно же, у вас все получится. Конечно же, именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Ищите, какая же спичка должна сейчас переехать. Где же должно произойти то самое изменение, чтобы именно вы стали богаче. Пытайтесь, разбирайтесь, работайте с левой частью. Грамотно, работайте осознанно. Помните, что в вашем распоряжении есть только одна единственная спичка, которая должна сейчас переместиться. Переместиться таким образом, чтобы вы достигли победы. Поэтому решать вам, когда и насколько становиться богаче. Но я полагаю, что уже пора собраться, уже пора выяснить, какая же спичка здесь находится не на месте. И озвучить мне победный результат. Потому что задание непростое. Но именно вы с ним справитесь, именно вы добьетесь победы. Не просто справиться, но если захотеть, все получится. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите алло. А давайте из девятки сделаем ноль. Я не буду этого делать, потому что это к победе вас не приведет. Да, вы уменьшили левую часть. Но давайте вместе с вами пересчитаем. 10 плюс 7 получается 17. Да плюс 6 у нас в ответе, к сожалению, получается 33. Почти. Но не 30. Математика, наука точная. Она не терпит приблизительных ответов. Поэтому ваша задача добиться того, чтобы в ответе было исключительно 30. И даже если будет в ответе 29 или 31, это к победе вас не приведет. Только 30 должно быть в ответе. Решать вам, когда и на сколько становиться богаче. Но, пожалуйста, соберитесь. Пожалуйста, соберитесь и действуйте. Добейтесь победы. И вы станете победителем моего интеллектуального шоу. Я верю в вас. Я знаю, что вы можете. Если вы очень захотите, конечно же, вы придете к победному результату. Решать вам. Я, к сожалению, диктовать условия вам не вправе. Даже если бы очень этого захотел. Но ведь это невозможно. Это не в моей компетенции. Только вы можете сами для себя решить, какая сейчас спичка должна переехать, переместиться, перелететь, оказаться на другом месте. Но это уже должно произойти. Ведь это второе задание. Неужели вы считаете, что в данном интеллектуальном шоу я буду ограничиваться лишь двумя заданиями? Нет. Сегодня я приготовила для вас большое количество интереснейших головоломок. И я хотела бы все эти головоломки реализовать. Реализовать как можно скорее. Я хочу, чтобы это произошло прямо сейчас. Ищите, работайте. Где же та самая спичка, которая портит всю картину? Соберитесь. У вас все получится. Вы станете победителем моего интеллектуального шоу. Вы добьетесь победы. Не надо никого ждать. Не надо ждать каких-то подходящих моментов. Нет в моем интеллектуальном шоу никакого подходящего момента. То есть здесь и сейчас, если вы появитесь, это будет максимально подходящий момент. И по-другому никак. Все у вас получится. Если вы будете пытаться, если вы будете настроены на победный результат. Вы добьетесь победы. Главное верить в себя. Главное быть настойчивым, внимательным. Ищите, какая же спичка находится не на месте. И где же сейчас должно произойти то самое изменение, чтобы вы поработали так, чтобы заработать достойнейшую награду. Думайте, работайте. Я жду вас в прямом эфире. Жду. Соберитесь. У вас обязательно все получится. Главное действовать. Главное работать грамотно. Работать с каждой спичкой. Методом исключения. 19 плюс 7 плюс 16. Что сейчас должно поменяться? Где же должно произойти то самое изменение, чтобы именно вы стали богаче? Мне очень важно знать ваше мнение. Я рассчитываю на вас. Я рассчитываю на то, что вы соберетесь и появитесь здесь как можно быстрее. Трудитесь, трудитесь, двигайтесь шаг за шагом. Работайте с каждой спичкой методом исключения. Выясняйте, какая же спичка может привести вас к победе. 0948 – это короткий номер для всех жителей Российской Федерации. Ну а если вы живете не в России, а живете за ее пределами, набирайте длинный номер телефона. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите алло. Алло, здравствуйте. Семерки на девятку. Пожалуйста, переставьте спичку. И что у нас получится в итоге? У нас в итоге в ответе-то не получается. Смотрите, у нас получается слишком большая левая часть. 18 плюс 1. У нас получается 19. Да плюс 16 – 35. Но надо уменьшить так, чтобы в ответе было 30, хотя вы пытаетесь. Вот видите, уже логику уловили. То есть уже пытаетесь работать в нужном направлении. То есть вы уже, так сказать, встали на нужные рельсы и движетесь в правильном направлении. Вот так, не сбавляя темпа, шаг за шагом, прорабатывая каждый вариант, вы обязательно добьетесь того, чтобы когда-то, я надеюсь, что это произойдет как можно быстрее, потому что я хотела бы, чтобы мы успели перейти к следующей, интереснейшей головоломке. Как только вам удастся добиться того, чтобы в левой части ответ стал равен 30, ага, думаете, вы переместили спичку. В ответе 30. Прекрасно. Появляйтесь здесь и радуйте меня своими активными действиями. Но рассказывайте мне, какая же спичка находится не на месте. И где же должно произойти то самое изменение? И не говорите, что это невозможно. В моем интеллектуальном шоу нет ничего невозможного. Я не предлагаю для вас заданий, с которыми нельзя справиться. Ведь я на вашей стороне. Я наоборот заинтересована, максимально заинтересована в том, чтобы у вас все получилось. И чтобы именно вы сейчас заработали 13,5 тысяч рублей. Ведь это не маленькие деньги. Вы только вдумайтесь, что вы можете приобрести на данную награду. Это все, что угодно. Вы можете порадовать себя, ближнее окружение, своих друзей. Ищите, ищите, какая же спичка портит всю картину. И где же сейчас должно произойти то самое изменение, чтобы именно вы стали богаче, чтобы именно вы появились в прямом эфире моего интеллектуального шоу. Не надо ничего бояться. Все получится. Я хочу, чтобы вы стали моим победителем. Я хочу, чтобы это произошло как можно быстрее. Зачем, в общем-то, вам ждать какого-то подходящего момента. В моем интеллектуальном шоу никакого подходящего момента нет. И быть не может. И только вы решаете, когда и насколько вам становиться богаче. И я знаю, что все у вас получится. И я знаю, что вы добьетесь победы. Потому что вы на правильном пути. Вы молодцы. Так и нужно действовать. Так и нужно пытаться работать. И вы достигнете победы. Поэтому, где бы вы сейчас не были, чем бы вы сейчас не занимались, подумайте, как вам поработать с левой частью так, чтобы в ответе у вас получилось 30. Чтобы левая и правая части у вас стали одинаковыми. Это очень важно. Мне очень важно услышать ваше мнение. И я надеюсь на то, что я его услышу. Я уверена, что рано или поздно вы станете победителем, которого я так долго жду. Нужно подумать. Нужно поработать. И быть активным и настойчивым. Вообще, конечно же, решать вам, когда и насколько становиться богаче. Но мне кажется, что уже пора разобраться с данным заданием. Уже пора с ним справиться. И порадовать меня своими активными действиями. Анализируйте. Перепроверяйте любые ваши варианты. Не бойтесь ошибиться. Да, задание сложное. Да, справиться с ним непросто. Но если очень захотеть, если постараться, конечно же, у вас все получится. И, конечно же, именно вы станете моим победителем, которого я так долго жду. Действуйте. Но, пожалуйста, поторопитесь, потому что программа, к сожалению, заканчивается. И настанет тот миг, когда я вынуждена буду с вами попрощаться. И у вас уже возможности заработать вот такое достойное вознаграждение, к сожалению, не будет. Поэтому не нужно ждать какого-то эфемерного подходящего момента. В моем интеллектуальном шоу никакого подходящего момента нет. Потому что надо сейчас действовать. То есть, если вы до этого просто-напросто наблюдали, ну, со стороны, правильно делайте, что оказываетесь здесь. Я вас слушаю. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте единицу уберем. Нет, не стану этого делать. И мне не важно, какую единицу вы здесь собрались убирать. Вы даже одной спички выбрасывать не можете. Кто вам дал право выбрасывать здесь несколько спичек? Нет, нет и еще раз нет. Это к победе вас не приведет. Думайте, работайте, появляйтесь здесь незамедлительно и радуйте меня своими активными действиями. Вы должны оказаться в прямом эфире сейчас. И не надо ждать какого-то подходящего момента. Потому что в моем интеллектуальном шоу никакого подходящего момента не существует. Здесь и сейчас вы должны появиться и озвучить мне победный вариант. Расскажите мне, какая спичка находится не на месте, где должно произойти то самое изменение, чтобы именно вы стали богаче и чтобы именно вы заработали в прямом эфире достойнейшую награду. Трудитесь, анализируйте, перепроверяйте любые ваши действия и не бойтесь ошибиться. Ничего страшного не произойдет, даже если вы озвучите непобедный вариант. Никто, в общем-то, не расстроится. Ну, по крайней мере, я уж точно не расстроюсь, если ваш вариант будет непобедным. Я вас перенаправлю, у вас еще есть возможность. Но имейте в виду, что времени остается не так много. То есть сейчас уже надо переходить к более активным действиям, потому как программа заканчивается. Я вас предупреждаю, потому что я о вас забочусь, потому что я хочу, чтобы вы успели еще появиться здесь в прямом эфире. Если вы ждете, что у нас появится третья головоломка, по всей видимости, не дождетесь, потому что мы должны разобраться, успеть разобраться хотя бы с данным математическим неравенством. Хотя кто его знает? Может быть, вы сейчас будете настолько резким, что мгновенно наберете номер телефона прямого эфира и озвучите мне победный результат. И я еще смогу, возможно, перейти к следующей головоломке. Но это все теоретически. На практике, я пребываю здесь в одиночестве, на практике я не слышу вашего голоса, а мне хотелось бы, чтобы именно вы мне уже рассказали победное решение. Где же сейчас в левой части должно произойти изменение, чтобы именно вы стали богаче? Чтобы вы появились в прямом эфире и озвучили мне победный результат. Трудитесь, размышляйте, перепроверяйте любые ваши варианты. Не бойтесь ошибиться. Да, задание сложное. Да, справиться с ним непросто. Но если очень захотеть, если постараться, конечно же, у вас все получится. Конечно же, именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Именно вам я вручу на последних мгновениях моего шоу 15 с половиной тысяч рублей. Я увеличила сумму вашего вознаграждения на две тысячи рублей. Но это мое последнее предложение не только в этом задании, но и во всем шоу. Поэтому сейчас ждать какого-то момента нельзя. Сейчас нужно собраться и действовать. Имейте в виду, времени не так много. Размышлять не нужно. Нужно проверять уже найденные вами варианты. Времени у вас было на размышления предостаточно. Данное задание появилось давно. И вы могли уже выяснить, какая спичка находится не на месте. И сейчас ваша задача появиться здесь в прямом эфире и мне об этом рассказать. Я настаиваю на том, чтобы вы справились с данным заданием. И я настаиваю на том, чтобы это произошло здесь и сейчас. Действуйте, соберитесь. Размышляйте, рассуждайте. Какая же спичка находится не на месте? Где же должно произойти то самое изменение, чтобы именно вы стали богаче, чтобы именно вы заработали в прямом эфире моего интеллектуального шоу вот такую вот достойнейшую награду? Думать вам, решать вам, когда и насколько становиться богаче. Но я уверена, что у вас все получится. Вы на правильном пути. Пытайтесь, работайте, перепроверяйте ваши варианты. Не ждите, чтобы кто-то это сделал за вас. Никто за вас вашу работу выполнить не сможет. Только вы можете стать моим победителем. И, безусловно, вы им станете. Решитесь рассказать мне, какая же спичка находится не на месте. Где-то должно произойти изменение. Вопрос в том, где должно произойти изменение, чтобы вы сейчас стали богаче. Чтобы вы сейчас заработали в прямом эфире моего интеллектуального шоу вот такую вот достойнейшую награду. Надо верить в себя, надо стремиться к достижению победы. И, конечно же, вы ее достигнете. Но если вы будете в себе неуверенны, если вы будете сомневаться в себе, то вы никогда не заработаете достойнейшую награду. Вот в чем проблема. Поэтому будьте внимательны, будьте собраны, работайте, перепроверяйте ваши варианты и радуйте меня своими активными действиями. Я уверена, что все у вас получится. И я уверена, что вы добьетесь победы. Ищите, прорабатывайте каждый вариант. Это очень важно, чтобы именно у вас все получилось. Я настаиваю на том, чтобы вы справились с данным заданием. Я настаиваю на том, чтобы вы появились здесь и озвучили мне победный результат. Расскажите, какая же спичка находится не на месте? И где же сейчас должно произойти то самое заветное изменение, чтобы вы решились и появились здесь как можно быстрее? Конечно же, безусловно, решать вам, когда и на сколько становиться богаче. Я диктовать своих условий не вправе, я не могу их диктовать. Но мне очень хотелось бы, чтобы вы уже как-то услышали меня, как-то собрались уже и появились здесь как можно быстрее. Да, у меня нет победителя. Вот это, конечно же, большая проблема. А надо бы, чтобы вы уже появились, ведь время-то идет, вы тратите его напрасно. Пока вы смотрите, возможно, здесь появится ваш конкурент, который сейчас соберется, появится в прямом эфире и озвучит мне победный результат. И с чем вы останетесь? Ни с чем, с носом. И потом будете сами об этом жалеть, что не решились оказаться в прямом эфире. Я знаю, что вы сможете. Я знаю, что все у вас получится. Работайте, ищите, трудитесь. Где же в левой части должно произойти то самое изменение, чтобы вы стали богаче? А самое главное, когда должно произойти то самое изменение? Думаем, работаем. Здравствуйте, я жду вас, я слушаю вас в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Да. Возьмите спичку, пожалуйста, и перестаньте на ноль. Я не буду этого делать, потому что ноль находится в правой части. Вы забыли, что спички желтого цвета вы не меняете. Вы никаких изменений в ответе не производите. Там все хорошо, у нас проблема в левой части. Вот здесь вы должны устранить уже ее, и сделать это нужно прямо сейчас. Время подходит к завершению, программа заканчивается. И чего вы ждете? И почему вы появляетесь в прямом эфире и озвучиваете мне непобедные варианты, мне непонятно. Мне важно, чтобы вы сейчас появились в прямом эфире. Мне важно, чтобы именно вы рассказали мне победный вариант. Какая же спичка в левой части должна переместить, какая же спичка в левой части должна переехать так, чтобы именно вы стали богаче? Думайте, вглядывайтесь в левую часть, трудитесь, работайте с левой частью внимательно. Я понимаю, что задание сложное, я понимаю, но ведь есть уже один победитель. Сегодня в моем интеллектуальном шоу уже вы справились. Уважаемый Максим, может быть, вы сейчас решитесь и появитесь в конце концов и заработаете 15 с половиной тысяч рублей и станете помимо первого победителя еще и вторым. Пытайтесь. Здесь я ни для кого не закрываю двери. Количество ваших появлений здесь в прямом эфире не ограничено. Главное, это скорость вашей реакции. Чем быстрее вы справитесь, чем быстрее вы появитесь в прямом эфире, тем быстрее вы станете богаче. Где вы? Я жду вас. Ищите, какая спичка находится не на месте сейчас. И нет возможности мне увеличить время прямого эфира. Я не могу это сделать. Я могу вас ждать, но не бесконечно. Вы просто сейчас себя, себя любимого лишаете возможности заработать 15 с половиной тысяч рублей. А зачем? Зачем поступать так необдуманно, когда деньги уже принадлежат вам? И ваша задача просто доказать это своими активными действиями. Появиться в прямом эфире и мне об этом рассказать. Так расскажите же и не ждите какого-то подходящего момента. Все, программа заканчивается. Через некоторое мгновение уже не будет никакого подходящего момента. Думайте, работайте, перепроверяйте любые ваши варианты. Не бойтесь ошибиться. Задание сложное, но вы с ним справитесь. И у вас обязательно все получится. Вы добьетесь победы. Решать вам, когда и насколько становиться богаче. Но мне кажется, что уже пора вам собраться. Непонятно, непонятно, почему здесь нет моего победителя. Мне неясно. Я настаиваю на том, чтобы вы собрались, я настаиваю на том, чтобы вы появились здесь как можно быстрее, а вы ждете какого-то подходящего момента. Но не надо никого ждать, нужно быть активным и настойчивым, нужно действовать, нужно собраться и появиться здесь как можно быстрее. Ищите, какая же спичка сейчас в левой части находится не на месте. и где же должно произойти то самое изменение пресловутое, чтобы вы уже в конце концов стали богаче, чтобы вы уже заработали достойнейшую награду. Так трудитесь же, я не понимаю, почему вы не можете это сделать прямо сейчас. Где же мой активный, настойчивый победитель? Проявляйте себя, раскрывайте свой внутренний потенциал, пытайтесь разобраться. Расскажите мне, какая спичка находится в левой части не на месте. Думаем, размышляем, рассуждаем и радуем меня своими активными действиями. Здесь и сейчас я хочу услышать ваш голос, который мне расскажет, каким образом он потрудился, каким образом он поработал так, чтобы левая и правая части стали равными. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, говорите алло. Алло! Здравствуйте. Здравствуйте. Поставьте спичку с шестерки на семь. Нет. Если я понимаю, какое изменение произошло с шестеркой, вы превратили в пятерку, а с семеркой я не понимаю. И самое главное, ведь времени это остается не так много. А вы как будто бы не усвоили до сих пор правил задания. Хотя, возможно, вы просто к нам присоединились не так давно и не совсем еще до конца разобрались. Но имейте в виду, что если вы сейчас не разберетесь, то вы уже и никогда не разберетесь. Потому что время нашей программы подходит к концу. Все. Через некоторое время я вынуждена буду с вами попрощаться. Я скажу вам до свидания и независимо от того, появится у меня второй победитель или нет, программа закончится. Так зачем же аннулировать данное задание? Зачем же делать так, чтобы это вознаграждение никому не досталось? Ведь я хочу, чтобы именно вы здесь собрались. Я хочу, чтобы вы появились здесь как можно быстрее. Трудитесь, размышляйте, рассуждайте, перепроверяйте любые ваши варианты. Не бойтесь ошибиться. Я понимаю, что задание сложное. Я понимаю, что справиться с ним тяжело и непросто. Но что делать? Надо трудиться. Надо появляться здесь вновь и вновь. И делать это до тех пор, пока вы не выясните, какая спичка находится не на месте. Пока вы не справитесь с данным заданием. Поэтому решать вам. Я диктовать своих условий, к сожалению, не вправе. Я не могу. Но я очень хотела бы, чтобы именно у вас все получилось. Я очень хотела бы, чтобы именно вы стали тем самым победителем, которого я так долго жду. Решайте, размышляйте, рассуждайте, перепроверяйте любые ваши варианты. Не нужно бояться ошибиться. Ничего страшного не произойдет в том, что вы не нарушите условия задания. Я вас уверяю. Главное настроиться, что вы должны достичь победы и двигаться к намеченной цели. Вы на правильном пути. Вы станете победителем моего интеллектуального шоу. Я в вас не сомневаюсь. Я в вас уверена. Главное, чтобы и вы были уверены в себе. Главное, чтобы вы двигались в победе несмотря ни на что. Шаг за шагом идите к победе. Пытайтесь работать методом исключения. Какая же спичка в левой части сейчас уже должна переехать, чтобы вы в конце концов мне об этом рассказали? Неужели вам не жаль потраченного времени, которое вы провели рядом с данным заданием? Ведь я даже уже выяснила, какая спичка находится не на месте. Я уже отыскала победный вариант. А вы неужели не знаете? Я отказываюсь в это верить. Я верю, что вы успеете. Я верю, что по ту сторону экрана есть победитель. Главное, чтобы ваши действия были активны. Пытайтесь работать, достигайте победы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Я вас слушаю. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Переставьте спичку с первого плюса на шестерку. Так. Получится 19 минус 7 и плюс 18 равно 30. Все правильно получается. Вы нашли ту самую спичку и вы мой второй победитель. Как вас зовут? Никита. Никита, откуда вы? Из Сулелетка. Я благодарю вас. Вы зарабатываете достойнейшее вознаграждение 15 с половиной тысяч рублей. Ну, а я, к сожалению, с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. Верьте в себя, у вас обязательно все получится. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!